Птихийно поднялся народ. Начал собираться на Куликовом поле. Среди нас, естественно, приходящих, искренне верящих в том, что мы можем что-то своим протестами изменить, конечно же, были и подосланные то ли СБУшники, то ли противоположная сторона, майданутые, так называемые. Поэтому кого-то обвинять в предательстве я бы не стал на тот момент, если бы это была какая-то группа организована, если бы это было что-то. Во-первых, мы очень давно ходили слухи о том, что раньше или позже нас будут, так скажем, защищать, да, это поле. Очень долго народ собирался, очень долго приходил и уже как бы разочаровался, ну, сколько можно приходить. А тут праздники как раз были, второе, майданутые, противоположная сторона подгадала под праздники, вот так, как оно получилось. Вы заметите, все какие-то акции их, майданутые, проходили часто именно под праздники, чтобы народ был расслаблен. Ну, подлое, подлое, так, как они делали на Западной Украине. Подло переодевались в эту инквидачную форму и творили свои дела. Ну, мы же были наивны, мы же верили в том, что мы что-то можем изменить своим голосом. Я не считал себя в какой-то группе, да, я приходил, как и многие другие, собирались там по воскресеньям, по субботам, воскресеньям на поле. Проходили, активисты выступали, был поставлен экран в последнее время, постамент, узнавали какие-то новости, то, что не узнаешь с телевизора. Какие-то, ну, что-то мы помогали, какие-то взносы приносили, там, я был в народной, народная дружина называлась. Что-то мы ждали, образовалась народная дружина, мы, ну, как бы, были готовы, допустим, выступать, вот как они организовали блокпосты, да, мы тоже такое что-то ждали, думали, ну, какой-то будет сопротивление. Ну, вот, вот, как-то получилось все стихийно. То есть, в этом плане, вот, Давидченко был главным организатором, ну, вот, в этом плане они, как бы, упустили этот момент. Со временем, конечно, уже нас начали контролировать, любые движения наши начали контролировать, ну, это уже позже мы начали понимать, что нас уже контролировали, конечно. Пока не приехал по руби, не привез эти жилеты, и 2 мая не организовали. Как вы знаете, мы же штурмовали АГА, и когда уже там, фактически мы уже ее заняли, то наше руководство, так называемое, пошло и договорилось с ним, что, ну, они вышли и сказали нам, что нам не надо туда нам занимать, зачем нам занимать администрацию, мы будем вот так вот, как есть, так все и будет. Вот, во что оно вылилось. То есть, я не хочу сказать, что это было предательство, это была, ну, какая-то наивность, это было какое-то, ну, я даже не знаю, как это назвать. Это что-то было, неподготовленность просто, неготовность к каким-то, вот, как сделали в Донецке, потом, последствия. Последствия сделали в Донецке, потому что уже были научены нашим, так сказать, опытом горьким, нашей неорганизованностью. Вот мы теперь понимаем, как можно было договариваться с вот этими, ну, неадекватными, так скажем. Вот и все. Когда выступил Майдан против Януковича, да, то, ну, Янукович, видя, что вот такое вот, вот такая вот буча поднялась, ну, уступил где-то, где-то какой-то шаг сделал назад. То, что его там предали тем, к которым он подписывал, это другое дело. А то, что мы считали, что мы можем повлиять на... Нет, мы не можем, как оказалось, мы не... Ну, нас вообще просто не то, что не слышали. Враги нас хотели истребить, мы же не знали, что нас хотят просто тупо убивать, прийти, понимаете. Когда на Греческой площади началась эта... Ну, опять же, мы понаивно... Я, например, лично, я... Ну, подеремся, ну, дубинками, ну, подеремся, ну, как-то там... Ну, настолько, чтобы там вот ты стоишь, и... Возле тебя человек рядом падает от пули, тут от... Ну, кирпичи летят, это ладно. От пуль люди падают, и ты берешь с кем-то и относишь их, слава богу, были скорой помощи, и мы сразу их в скорую помощь относили. Это же было явно... Приехали явно убивать. Убивать и жечь. Кстати, на милицию тоже бросали эти коктейли молота, но там уже тоже у них был опыт. Они сразу тушили, ребята падали на землю и их тушили. Я пришел на Куликово поле, так как, опять же, я уже по традиции ходил на Куликово поле, и были слухи о том, что нас будут защищать. Мы пришли защищать наши палатки, наш... Отстаивать, так сказать, поддерживать наше движение. И узнали, уже я на поле узнал, что на Греческой происходят вот такие вот события. Мы... Музыка, Олег Музыка. Я подошел к ним и говорю, ну, если мы будем ждать здесь, а там наших ребят бьют, то не выдвинуться ли нам туда, а потом вернемся. И мы выдвинулись, несколько десятков человек, мы пошли туда. Вот там вот на видео, в красных, в таких оранжевых касках, это мы. Ну, придя туда, мы видели, что подавляющее большинство майданутых. Но, тем не менее, мы писались и уже влились, так сказать, на Греческой, там, в центре. Вот. И оборонялись, так скажем. Пока я... Ну, меня не ранили. Выносили мы ребят. Пока пришла моя очередь, меня подбили. Летели камни, ну, там это все на видео видно, тут описывать, как бы, ну, особо и не станешь. Отказки были и все. Вот я там захватил такой маленький щит такой был. Такая дощечка. В любом случае бы было. Потому что их навозили, если бы не они, то мы, если бы не мы, то они. И там сейчас не разберешься, кто начал. Ну, нашла коса на камень, как говорится, да. То, что было подгадано под 2 мая, то и на маевке, то это однозначно. Люди выехали для того, чтобы было меньше сопротивления. Сидели, естественно, снайперы сидели на зданиях и самых активных отстреливали. Это же снайперы стреляли в людей. А кто? Ну, они были завуалированы, естественно, эти снайперы. И, естественно, эти винтовки были мелкашки. Но это пуля. Те же самые коктейли молота, это тоже самое штурмовой отряд идет их. А сзади девочки, женщины разливают коктейли. Меня ранили в камни. И в голову, и я уже не мог идти. Я просто до Шкандыбала еле-еле до скорой помощи. Меня отвезли. Я живу на Слободке, и там как раз туда возили в больницу. И, ну, там оказали мне скорую помощь. Вот. Я уже, ну, полз, так сказать. У меня была машина. Я сел на машину, и я не мог оставить Куликово поле. Я поехал на Куликово поле. А там уже все в разгаре. Там уже двери горели, пылали. Давай звонить в пожарку. Пожарка не ехала, наверное, сейчас. Хотя там 300 метров. Тоже о чем-то говорят. Милиции не было, естественно. Милиция потом уже после пожарки пришла к небольшой отряд. Тоже было однозначно, что их потом уже знали, что их собрали на совещание якобы, на длительное совещание. Там сидели, просто отсиживали. Для того, чтобы не реагировать ни на что. Тоже самые снайперы были, наблюдались на Куликовом поле администрации. Был коммунист Полищук, был Давидченко, был Марков, был Олег Музыка, с которым мы пошли и выдвинулись потом на Греческую площадь. Они призывали каждую неделю, каждые там три дня, по среду мы тоже собирались о том, что привозят, привозят. И живут, ну, так скажем, майданутые поезда дружбы, да, там в кавычках называли они, прибывают и живут они в санаториях. Но мы же на момент не знали, что будет, что будет именно вот такое какое-то. Ну, мы надеялись, что, ну, как надеялись, не надеялись, но ожидали, что, ну, придут там пару десятков человек, там, ну, там разгромят палатки, ну, разметают, ну, мы потом опять соберемся. Вот, ну, каждый как-то там рассуждал как-то по-своему, ну, но опять же, рассуждали мы по наивности, мы понимали, что, ну, как мы воспринимали, что мы граждане Украины и то граждане Украины, неужели мы, граждане Украины, будут убивать своих жаждан Украины? Ну, поддеремся, ну, там, покричим, ну, как это так вот будет, понимаете? То, что нас майдан не научил, ну, мы расценивали так, что, ну, там они против милиции, против власти, ну, против своих людей, они по ним не будут там ну вот так вот по наивности я думал что придет много больше людей по выходным и собирались много больше там тысячами собирались но так вот получилось что 2 мая люди разъехались по традиции разъехались на маёвку по маёвкам ну и вообще ну в одесский регион это торговцы основном да скажем так люди не не воинственные не радикальные вот скажем возьмем как харьков харьков намного организование намного радикальнее чем чем одесса одесса надеюсь очень трудно собрать одесса больше привыкла договариваться решать вопросы торговые там финансовые и так и так далее каких-то таких вот людей радикальных или так скажем боевиков раз-два и обчелся делалось бы конечно чтобы было их больше намного больше я надеялся что я в это движение вошел и так я расцениваю до что кому-то надо было занимать я этим занимался значит если не не другой так ночи значит я буду заниматься еще там несколько человек было с активисты нам говорили каждый каждый раз об этом но но получилось как получилось 2 мая пришел на как обычно на выход это было выходные защищать наше отстаивать наше и мнение и сама куликово поле потому что мы знали что уже должны прийти вот мы надеялись на то что будет дружина там была наша народная дружина была еще как же она еще дружина которую за несколько дней до вот этого события втором и почему-то отправили на 411 батарею потом уже по это поняли что их ее это дружина хотели сохранить кто для кого для себя это хотел сохранить можно догадываться только власть одесская хотела все-таки боевые ребята тоже несколько десятков не знаем видимо их предупредили о том что будет серьезная вещь я видел на греческой часть той дружины которая не были на греческой именно видимо те самые ребята которые мы самые активные из твоей дружины они были у нас просто она была подавляющая меньшинство скажем ребята с красными повязками кстати а наша дружина которая выдвинулась несколько десятков мы были в оранжевых касках понимая что происходят события радикальные серьезная на греческой и чтобы возможно если мы их там победим они не добрались до куликово поле мы выдвинулись на греческую придя туда мы увидели там страшную картину там уже разбиралась там и горели уже полили милицию и бросали у них камни не знали куда деваться со щитами стояли с мы им даже подносили там такие железные в листы чтобы ноги защищать защищать они стояли к нам спиной они нас не бояли они понимали от кого на нас нужно защищаться мы были как бы в центре вокруг нас было подавляющее количество найденутых милиция стала чтобы не было конфликта между нами но перебрасывались камни летели и мы уже подбирали их их брусчатку выдал длину и же брусчатка туда бросали им оборонялись видели как милиция горит и видели как стреляют в наших коллег так сказать мы выносили скорой помощи не успевали возить просто но это было кошмар это вот ну это ужас просто найти вот такое что-то минуту назад этого не было а тут такое происходит это ну шок это шок это никто никогда не забудешь дикие вопли дикие глаза такие расширенные наркоманские глаза они в тебе бросают ты кидаешь него камень него летит камень попадать ему в лоб ему все равно он под наркотой под зелеными этими таблетками не знаю под чем и дальше там видно сидят девочки разливают эти коктейли и подносят им такое организованность такая вот такой контролируемый хаос так называемый четко по технологиям как создать такой ужас но этот ужас он контролируем мы естественно не были к этому готовы ну что мы там захватили каски там что-то что там было какой-то держак от швабры или что-то такое на тот момент вы было намного больше чем чем вот это они показали там у них в одессе погиб и с их стороны якобы двое погибших но я думаю что намного больше как потом стало известно я потом из интернета что за городом стояли крематория и они их пускали на уровень также как и военнослужащих в эти самые горячие события потому что ну почему потому что большая статистика погибших это уже будет другая квалификация но они же все делали контролировали тоже так же так же как и на майдане это очень долго продолжалось отсюда бросали они туда бросали они потом выкрали из пожарной части машину сначала мусорки подкатывали чтобы ну когда летят в них камни от нас защищаться а потом они уже этом уж и машину жарную и уткать катя не катили машину и за машиной шли таким образом наступали оттесняли и милицию тоже конечно оттесняли милиция не знала куда какую сторону никто с одной стороны то с другой стороны мы пытались прорываться штурмовать но нас оттесняли подавляющее большинство их но опять же уносили уносили раненых в конечном итоге нас оттеснили до софийского собора вот ну я был ранен уже скоро помощь попал ну это уже шло к завершению и так вот она развеялась кто кого-то еще ну они там покалечили кто-то ушел просто и все так она уже тут так она развеялась и они уже такие на на злости выдвинулись через время туда куликово поле приехал до после оказания помощи машины приехал там дверь горела уже туда подступиться нельзя было я пошел я прошелся по полю ну как где-то поступит как-то надо спасать ребят потому что ребята что нужно я понимаю что он ребята я бы шел с другой стороны там майданута было тоже очень много я попытался залезть хотя бы на первый этаж выбить стекло и залезть на кого-то спасти может этот путь показать разбиваю стекло только я хочу и получаю удар сзади все я я потом очнулся уже не знаю пускай хотя какое время смеркалась уже и в кустах как они меня так оттащили может или что уже я не помню это я уже внула очнувшийся там как-то я уже как-то там добрался попросил прохожих до машины доелся доехал домой уже все несколько дней там несколько недель я уже я была не не трансмортабельный больше больницу не обращался так она в этом и закончилась и и потом я понял что ну надо что все это уже вот этот вот это рубикон был то надо другое другие методы принимать не то что мы выступали это все ерунда это не ничего не поможет и не не выручить ситуацию то что мы ожидали что ситуация должна измениться если мы будем выступать нет